Юра Федько, компания Этера, город Киев. Буду представлять вам вот такой вот интересный доклад. Кому интересен, кому нет, но тем не менее. Немножко о себе. В компании Этера работаю уже 2,5 года, больше 2,5 лет. И в IT я с 2000 года, в безопасности с 2008 года. И, наверное, поэтому мне предложили в свое время заняться в Этере тестированием безопасности веб-приложений. И как раз опыт в этом проекте подтолкнул меня на идею создания вот этого доклада. Итак, собственно, почему этот доклад? Немножко о фактах. Работая в проекте по тестированию безопасности веб-приложений, пришел к выводу, что по статистике слишком часто этот тип атак встречается, уязвимость к этому типу атак. Так, я обратился, погуглил, поискал и выяснил вот такие вот интересные моменты. Компания Trustwave – мировой лидер по тестированию безопасности. Занимается тестированием там уже уйму кучи лет. Ежегодно 9 миллионов тестируемых веб-приложений. И по их статистике 82% веб-приложений уязвимы к XSS. Но данные на 2013 год не суть. На самом деле сейчас картина не сильно изменилась. Whitehead – калифорнийская компания, которая занимается сугубо тестированием веб-приложений на безопасность. Вот по их статистике 7 из 10 приложений уязвимы к этому типу атак. Более того, учитывая, что клиенты Whitehead – это в основном банковский сектор, страхование и тому подобное, вот такие вот серьезные организации, то есть 7 из 10 веб-приложений уязвимы – это достаточно серьезно. Цензик. Может кто слышал о таком списке Fortune 1000? Да, вот собственно говоря, фактически все компании из этого списка являются клиентами по тестированию на безопасность. Так вот, по их статистике на 2013 год 60% приложений были уязвимы к этому типу атак. Что самое интересное, вот Цензик с 2014 года является частью Trustwave. Ну и OWASP, открытый консорциум и так далее, по их статистике номер 3. Вот. Так, собственно говоря, поприветствуйте XSS. Что же это такое? XSS, я начну с самых азов, чтобы было понятно, ну и так далее. XSS – это Cross-Site Scripting от английского аббревиатура. Cross-Site Scripting, что в переводе межсайтового выполнения сценариев, я чуть позже объясню, почему так называют. Ну и если мы возьмем Cross-Site Scripting и опять сведем в аббревиатуру, мы получим CSS, что является одноименной интернет-технологией. Поэтому, чтобы не путаться, заменили и C на X, потому что Cross-Crest получили XSS. И второе, по моему скромному мнению, это все же атака, а не уязвимость. Почему? Я сейчас попытаюсь объяснить. Обратите внимание вот на вот этот код. Смотрите. То есть здесь, кстати, взятый с учебника по PHP. Обычно вводим данные в стиле «Видите ваше имя, ваш год рождения» и оно типа высчитывает «Здравствуйте», говорит «Ваше имя» и «Ваш возраст такой-то». Вот здесь, собственно говоря, в скрипте PHP передается совершенно невалидируемая данные, и в результате мы получаем уязвимость, которая подвержена XSS-атаке. А теперь представьте, берем сюда, чуть-чуть ниже, вставляем SQL-запрос к базе данных, и мы получаем, по сути говоря, уязвимость сразу к двум типам атак – XSS и SQL-инжекшн. Теперь смотрите. Чуть-чуть выше в PHP скрипте вводим функцию, которая валидирует входящие данные, например, тот же HTML Special Characters. Мы закрываем одну уязвимость, а по факту две атаки отпадают сразу. То есть, поэтому я считаю, что все-таки это атака, а не уязвимость. Дальше. Целью этой же атаки является выполнение кода JavaScript в большинстве своем. Кстати, кто-то знает, почему JavaScript? Да, именно, потому что это основной скриптовый язык в браузерах. Все верно. В браузере жертвы в контексте выполняем уязвимого приложения. Когда я первый раз сформулировал это определение, у меня было где-то такое лицо. Поэтому дальше пойдем, объясню, как на пальцах это работает. Берем обычную ситуацию. Банк, у которого есть веб-приложение, хостится вот по такому вот адресу. И есть клиент. Назовем его мистер Пибодей. Он работает с данным приложением ежедневно. И все его устраивает. И тут случайно некий плохой мальчик, назовем его Валера, он выясняет, что данное веб-приложение уязвимо к XSS-атаке. Что он делает? Он готовит небольшую ссылочку, в которую вставляет свой скрытый код, отправляет немножко соушал инжиниринга. Мистер Пибодей, заходя по этой ссылке, выполняет скрытый код и отправляет в большинстве своем персональные данные. Ну, это в зависимости от того кода, который вы впихнете в ссылку. Вот. Это общая картина, как работает XSS. Теперь пойдем дальше. Типы XSS. Значит, делятся они по вектору и по каналам внедрения. Если говорить по вектору, я просто их перечислю, потому что чуть дальше я пойду расскажу конкретно, как они работают, каждый из них. И по каналам внедрения это ошибки в браузерах. Буквально вот не далее, как два-три года назад в интернет-эксплорере была такая уязвимость, если создать специфическим образом джипешку и записать ее на какой-нибудь форум закинуть. И пользователи интернет-эксплорера, выводя эту джипешку, получали, собственно говоря, выполнение кода, который зашифрован в этой джипешке. Отсутствие проверки вводимых данных. Это классическая проблема, то есть на данный момент основная. И подмена кодировки. Здесь просто кодировка в одной странице работает и валидация данных проводится по одной кодировке. Подмениваем кодировку, валидация не работает. Пошло-поехало. Имеем XSS. Итак, как работает пассивная XSS? Тот же самый Mr.Pibody, то же самое веб-приложение. Человек-логинница работает. Наш мальчик Валера заходит, готовит ссылочку приблизительно вот такую. Здесь просто через скайп высылает вот такую вот, вроде бы ссылка на его же приложение, да, но только вот здесь просто подставочка дальше небольшая. А на сайте, на ссылке, на третьем сайте, готовый, собственно говоря, вот этот вот JavaScript, который выполняет, что этому маленькому гаденышу заблагорассудится. Человек заходит по ссылке и совершенно не подозревая загружает вот этот вот JavaScript. Что там в этом скрипте опять же? Все, что захотел товарищ Валера. Так, активная XSS. Этот типа так, немного опасней. Почему? Потому что, если говорить о предыдущем XSS, здесь надо постоянно посылать эти ссылки и заставлять пользователя в жертву заходить по этой ссылке. Касательно активной XSS, один раз закинули, сохранили на странице и по ходу, кто ее открывает, тот запускает активный контент. Опять же, наше приложение, мальчик Валера выясняет, что, ну, допустим, у этого приложения есть страничка, на которой выкладываются отчеты, к отчетам есть коммент. Поле коммент не валидирует входящие данные. В результате можно создать вот такое вот сообщение с маленьким скриптом, опять же, со ссылкой на третий сайт. Сохраняем в поле контент, отсылаем, и любой человек, который заходит, открывает данную страницу, запускает этот JavaScript код. Получаем, по сути, постоянное, кто достукивается до уязвимой страницы, каждый запускает эту уязвимость. Посему вот этот типа так, на самом деле, достаточно опасный, намного опаснее, чем, допустим, предыдущие. Забегая немного вперед, скажу, что на проекте был у нас один проект по тестированию безопасности. Именно вот эта вот уязвимость помогла нам разорвать в пух и прах, совершенно поломать приложение, угнать сессии, достучаться до всего, чего угодно. Именно это вроде простая, но тем не менее. И дом XSS. Здесь все немного сложнее. Почему? Этому типу атак подвержены страницы, веб-страницы, в которых присутствуют функции, которые меняют, собственно говоря, дом-дерево страницы. Сейчас попытаюсь объяснить. Смотрите, вот простейшая HTML, а вот ее представление. Вот JavaScript, есть в JavaScript функции, которые меняют вот эту вот структуру. И это является достаточно опасным, потому что если не валидировать данные при конкатенейшенах, можно получить уязвимость к XSS. Ну вот, к примеру, вот одна из опасных функций, и вот не валидируемые данные вот сюда передаются. То есть здесь, по сути говоря, мы передаем функции значения из локейшена, правильно? В результате, не валидируя вот это данное, мы можем использовать простейшие выполнения скрипта. Вроде бы нету полей для ввода, ничего нету, да? А благодаря вот такой вот изменении, таким вот простейшим изменениям в доме мы получаем XSS. Ну, чтобы не быть голословным, все давно уже об этом проработали, поговорили и создали сайт, на котором четко описали практически все известные функции, их поведение в разных браузерах. Поэтому, то есть, все описано, всегда можно найти, поискать. Если, допустим, тестируете веб-приложение, имейте доступ к открытому коду, ну, к source-коду, можно посмотреть, как происходит там дата-флоу, чтобы выяснить. И, собственно говоря, проблема этой дом-XSS в том, что ее достаточно тяжело найти. Помимо того, что нужно разбираться в джава-скрипте, нужно очень хорошо понимать приложение, чтобы обратись по всему дата-флоу и выяснить, где, как происходит обмен, подмена переменных и так далее. То есть, и еще один момент. Если мы говорим о статистике на 2013-2014 год, то, ну, то, что номер 3, да, уязвимость, то это вот касательно больше дом-XSS, потому что пассивные и активные XSS, они уже редко встречаются, потому что практически все опытные программеры, которые делают, они всегда используются в функции валидирования данных. А вот при написании, при изменении дома могут допустить ошибку. Ну, здесь просто когда огромный текст, ты можешь случайно просто ошибиться. Вот. Так как может быть использован дом-XSS, вообще XSS, да. Кража куки. Классический вариант. Наверное, тысячу раз слышали, узнавали. То есть, выполняя скрипт, можно угнать таким же образом сессии. Кража персон... Ну, это все ведет к краже персональных данных, не авторизированный доступ к приложению, ну, и потеря репутации. Вы же не будете работать с веб-магазином, интернет-магазином, в котором вы знаете, что покупая, вы можете, у вас могут стырить вашу сессию. Кража данных из форм. Ну, здесь все просто. Если изгалиться и написать красиво скрипт, то можно стырить с любой формы интересующие вас данные. Ну, и те же самые последствия. Додос-атаки. Здесь интересней. Был пример когда-то. Активная XSS, сохраненная на сайте, специфический скрипт, который просто постоянно бомбит один и тот же сайт. Люди заходят, сайт достаточно популярный, люди заходят, скрипт выполнился, и постоянный додос сайта, допустим. В результате потеря репутации, понятно, плюс производительность падает. Ну, понятно. XSS-черви. Данный тип получил распространение больше, когда появились наши социальные сети. Те же самые ВКонтакте, Одноклассники. То есть, отсылаем XSS, человек запускает скрипт, рассылает себя, допустим, всем из ваших друзей. И так дальше. И пошло по кругу. Чем искать? Это, наверное, самая интересная часть. Я бы остановился, в первую очередь, на Xenotix, потому что достаточно широкий продукт, и он мультибраузерный. Ну, и более того, он активно развивается, потому что у вас его активно развивает. В чем? Ну, и он же бесплатен. Плюшка. XSSF. Данный тип – это модуль к метасплоиту, и этот тип вам понравится, наверное, больше тем людям, кто любит с консоли работать. Ну, и плюс есть еще один такой момент. Он создает активную сессию с браузером тестируемого приложения, и можно на лету менять скрипты и тому подобное. Биф. Ну, это скорее больше фреймворк для тестирования безопасности. Здесь присутствует огромное количество тулов. Можно работать, можно тестировать не только XSS, SQL и все, что хочешь. То есть, тоже бесплатен. Более того, у него свое API расширенное, можно с ним отлично поработать. И хочу обратить ваше внимание на доминатор, потому что на данный момент это, наверное, одна из лучших тулзей, которая поможет вам потестировать ваше веб-приложение на дом.xss. Очень полезная вещь. Единственный момент – она шарвар. И корпоративная версия достаточно дорогая, но если вам важно, вы в банке. Никто же не постоит за деньгами. Как предотвратить? Ну, если говорить, вот этот весь список, так на самом деле, если вы залезете, погуглите, то это, ну, все это найдется, все это в открытых источниках. И самое главное, наверное, вот это вот. Ничему не доверять, то есть, никаких входящих данных, ничего не доверять. И используйте функции для валидирования данных, для фильтрации данных и кодирования, в зависимости от языка, понятное дело. На стороне клиента можно использовать NoScript для Firefox или NodeScript для Opera и Chrome. Они хорошо настраиваемые, то есть, можно с ними поработать достаточно удобно. Вопросы? Спасибо. Вопрос довольно простой. Современные фреймворки, джаваскриптовские, типа Angular и Ender и Meet, они уже какие-то стройные механизмы по защите подобных? Не могу подсказать, потому как я не программист, я с этими фреймворками не работал. Поэтому, ну, наверняка есть какие-то вещи, которые позволяют проанализировать код и убрать уязвимость, правда? Ну, то есть, я не могу точно сказать вам. Чего, про стройки? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ